здравствуй дорогие друзья с вами доктор труф и это большущий большущий обзор на потрясающий мега супер офигенский мод на медь вторую булатная сталь перси 213 руки у меня так до нее не дошли и вот наконец-то добрались мы шаловливую ручонки да ты потрясающий модификация на офигенная офигенная во всем она чисто для хардкорщиков таких сделано прям для вот таких как не я например сейчас все расскажу так я отрубил музычком потому что у нее прям реально серьезные авторские права там там есть выбор музыки значит европейский древнерусской арабской значит но есть музыка для арабов для византии для европы для руси для кочевников и вот короче говоря большинство этих мелодий там они к сожалению можно прям бан получить видео вот мне на некоторый например там музыка из фильма царство небесное по-моему вот тоже звучит короче короче говоря куча сложности с музякой вот плюс надо указывать авторов там еще что-то я бы не хочу сильно заморачиваться на этом к сожалению нету времени поэтому я врубил просто плейлистик и звонили вот так вот плейлистика звонили с помощью вконтакте вот вот такой офигенный парень ну ладно давайте короче посмотрим значит вот это вот основная кампания я выбрал сейчас раннюю эпоху в раннюю эпоху для осмотра прежде чем на чем начнем начнем обозревать фракции вообще все эти прелести тут есть настройка настройка этого мода она собственно в сетапе выстраиваться отдельно от игры не нужно как бы запускать игру отдельным стопы там есть куча 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 скриптов которые можно включить переключить выключить например гарнизонный скрипт там есть два вида гарнизонного скрипта один гарнизонный скрипта который есть только у искусственного интеллекта второй скрипт это гарнизон появляется еще и у игрока то есть там есть такие разные пример там первый вариант скрипт работает абсолютно то есть по оканчиванию осады города гарнизонный салат естественно исчезают там например потом в одной версии не будет появляться по яску раз в одном городе в другом в другой будут там там разные юнит появляться там 5-6 штук там где-то 9-10 штук и так далее только в столицах или только не тут такой вот разные скрипты тоже можно выбирать из гарнизона скрипта 1 или 2 есть еще опция сложности искусственного интеллекта то можно от легкого то все зависит от его агрессивности того как он держит союз с тобой выбрать можно там собственно музыкальное сопровождение какое нравится да то есть выбрать можно вплоть до погоды что мог все время вот например ясная погода без ночи вот есть ну или стандартная к со штормами там со всякими с туманами с дождями все как питер любит например как любит питер лучше есть модов усиляющих именно в хардкорность игры усиляющих искусственный интеллект да то есть для экономики которые добавляют им бабуль баблишка значит скрипт инфляции которые добавляют инфляцию вам уже игроку то есть если у вас дофига денег казне то там начинается инфляция скапливаться то есть как бы постоянно вообще просто как бы мод сделан на максимальное усложнение игры в этом наверное крутяк для тех кто любит это дело но в любом случае все эти скрипты там да на супер вторжение монголов где там 30 стеков приходит просто 30 стеков вообще тоже обалдеть а потом еще можно еще один скрипучить где дополнительно еще 30 стеков приходит вы не можете с двум голами договориться в течение 50 лет у них нет никаких проблем с бабосами там да потому что содержать такое количество армии невозможно но компьютеру по скрипту постоянно как бы добавляются деньги каждый ход и он как бы может их содержать то есть в минус не уходит есть вот эти вот анти минусные дела нападения мятежников на города то есть обребала могут атаковать ваши города есть кстати есть прям такую скрипцию мог как бы чтобы вообще отключить консоль то есть чтобы вообще не было никакого шанса даже чуть-чуть там себе подчетернуть там открыть карту или добавить таких ему 2 рубля там еще что-нибудь есть замечательный скрипт который меня очень бесит в эстеросе это отвоевая от отвоевывание столицы то есть когда появляется куча войск у захваченной столицы врага куда вы схватили да не появляется два там стека и начинает осаждать возвращать столицу обратно и это не знаю единожды это продолжается или как например в эстеросе периодически там раз в три-четыре хода что безумно бесит пока вы полностью там да не уничтожить и фракцию то у вас постоянно появляется у столицы войска противника которые пытаются и отбить то есть есть такая говно есть скрипт на ограничение сохранения прям вот так вот есть скрипт на смену наследника что вы можете менять наследника своего или там например есть скрипт на содержание городов то еще дополнительные деньги на трой в общем короче усложнение прямо усложнение преусложнение очень серьезный мод плане хардкорности но при этом он и петь какой крутой естественно все эти скрипты если вам очень тяжело можно отрубить то есть оставить как-то все по-простому то есть не усложнять себе жизнь и это будет ваш выбор по умолчанию здесь почему-то все время стоит неограниченное время битвы и это дело не очень люблю лично я не знаю может потому что в этом моде эти битвы прям продолжаются очень долго но не знаю итак приступим к тому что мы наверное сможем сейчас посмотреть на все фракции вообще на хочу посмотреть вообще все-все-все-все-все-все-все фракции в этом прекрасном моде поэтому это видео будет ленющее охренеть какое вообще наверное может быть а может быть разрублю на несколько на несколько видео ну ладненько приступим начнем с королевства леона и кастиль и вот три года назад король альфонсо 6 объявил себя императором испании и это было довольно дерзким шагом с давних пор никому ни одному правящему дому не удавалось объединить под своей властью весь полуостров не только испанский король христианин претендует на землю к югу от перенеев исламские правители аль-махатского халифата контролируют большую часть полуострова халифата испания кровные проги хотя большинство земель у них отобраны испанцы упорно цепляются за оставшиеся несколько провинций и жаждут отвоевать остальное защита христианской испании стало теперь святым делом потому что сами испанцы ярые поборники западного христианства династия аль-махадов народ который во многом во многих аспектах более более развит и телевизован чем его противники будет изо всех сил стараться оттеснить испанцев вот так для каждого испанского короля победа над аль-махатским халифатом дело первостепенной важности хотя аль-махаты аль-махаты покинули испанскую землю их присутствие рядом постоянно угрожает испании какое-то время два народа могут мирно существовать но это ни в коем случае не продлится долго католическая исламская испания жаждут завладеть одними и теми же землями и склонить их жителей в свою веру поэтому между ними не может быть компромиссов возвращение всех испанских земель в лоно католической церкви это само по себе благородное намерение но его выполнение открывает дорогу к дальнейшему расширению владения испанской короны вторжение в южную францию потребует пристального внимания испанского короля поскольку это очень негостеприимы земли но хорошо обученные войска смогут их захватить покажет для испании очень полезно что борьба франции и англии так сильно ослабила обе страны у испанцев редко бывало войска для крестовых походах на восток и в святую землю и они сражались с мусульманами ближе к дому крестоносцы чаще участвовали в местных распрях это было слишком мощно мощное оружие для междоусобиц но с другой стороны результаты крестового похода тоже могли к оказаться опасными и непредсказуемыми условия победы значит до леона и кастилья захватить 50 областей так уж и много да в том числе ли он кастильо сломанку андалусию гранаду валенсию мурсию магриб пережить гибель держав королевство португалии как обычно кордовский халифат и королевство арагор арагор на читаю мою арагон давайте-ка же глянем на это дело по ближе погнали погнали посмотрим посмотрим как я уже вам говорила музычку я поставил из ванильки чтобы избежать проблем с авторскими правами прошу музыка здесь шикарнейшая воды в этом моде и поставить можно различные мелодии но все они к сожалению требуют короче говоря авторскими правами все можно кучу клеймов получить на ю тубе и так далее поэтому простите мне кажется музяка из ванильной игры из ванильной меди должна вам понравиться наша старая добрая старая добрая короче ладно ну что ж глянем на леон и кастилью по ближе загрузяйся загрузяйся позиалиста позиалиста итак трудность компании средняя средняя там поставил сетапе опять-таки говорю что перед тем как запускать любую компанию в этом моде и позднюю и предварительно желательно заглянуть вот в этот файлик ps этап запустить его и установить те скрипты которые вам нравятся то есть какие усложнения игры вы хотите себе сделать собственно да там вы это все можете установить те скрипты естественно никаких облегчений там скриптов на облегчение игры никаких нет хотите играть легко играть а в обычную ваниль на легком уровне сложности грубо говоря а в этом файлике можно поставить себе трудности по выбору по выбору тут нет такого чтобы скачали мод и прямо и все вот как в эстерос скачали мод и все играйте вот как хотите хоть вы там рвите задницу свои в куча вот вы еживайтесь ибо нефиг а тут нет тут есть выбор трудность компании средний интеллекта себя поставил вот хотя сейчас я все равно играть не буду да там есть безумный там есть легкий принципе есть легкие да и так далее тут есть скрипт коронации правительства и вот и вид не обнаружил в с этапе но по ходу дела он тут по умолчанию стоит отныне если после смерти действующего правителя наследник не явится в столицу на коронацию в течение полутора лет для трейда первого уровня и в течение трех лет для трейда второго уровня он получит отрицательный трейд общественный порядок и авторитет не будет минус минус ашу если наследник не успел в течение положительного положенного времени короноваться то избавиться от отрицательного трейда можно поместив его в столицу и проведя коронацию после поздалой коронации каждый будет 10 10 процентной вероятность что трейд исчезнет при дальней причем дальнейшее место положение наследника уже не важненько скрипт церковно десятины между прочим он есть помимо того что есть еще скрипты там но сложение содержания городов там инфляция и так далее тут вот он встроенный прям по любому отныне пригрезы католические православные фракции будет уплачиваться церковная десятина в рим и константинополь соответственно каждая церковь приносит фиксированный доход 100 золотых между прочим плюс 50 за каждый следующий уровень этой церкви да все деньги собранные за один ход суммируются и отправляется папе римскому в константин или в константинополь собственно митрополиту там главному если он православный и только в случае отлучения церкви или в состоянии войны с византией для славянских держав церковные деньги будут поступать в казну собственно правителя но отлучение от церкви мы помним это не очень гуд-гуд скрипт одаривание генералов есть такая тема теперь вы можете делать денежные дарения своим полководцам тем самым увеличивая их верность а верные генералы не придадут вас в трудную минуту однако есть вероятность что ваш полководец разовьет в себе склонность к деньгам такой так сказать алчный перк получит для того чтобы сделать денежный подарок выберите своего генерала он должен быть в поселении и нажмите на просмотр сведений об охране полководца да там вылезает такое окошечко я обязательно вам покажу только что-то я пока не очень разобрался как он работает дополнительные скрипты для собственно булатной стальки отныне время проведенной генералов походов влияет на его навыки и умения да на чужих территориях опыт новые звания генерал достигаются быстрее это а разу система званий внедрена новая система званий которые можно получить зависимости от опыта генерала скрипт усиление и тут стоит этот скрипт только для ранней компании да то есть как вы так 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 можно прочитать его да у меня стоит стоит по умолчанию видимо да гарнизонный скрипт до гарнизонный скрипт я поставил от мистера ярика по моему да вот от этого товарища спасибо ему большое за этот скрипт тут гарнизон появляется не только у искусственной интеллекта до когда вы осаждаете его но еще и собственно у вас вот там есть другой гарнизонный скрипт для усложнения игры не от я от другого замечательного товарища мододела прозвучало опять-таки как оскорбление от делателя мода вот там искусственный интеллект только владеет горизонным модом у игрока этого дела нет в другом цены ресурсов цены торговые ресурсы доходы кубца зависит от трех факторов но это и так понятно общественный порядок кстати вот общественный порядок городах был серьезно изменен повышенные штрафы за все различные различие в религии высокие налоги отучение от церкви расстояние до столицы и другой если вы собираетесь захватить вражеский город из чужой культуры или с чужой религии приготовьтесь тому что будет 0 процентов общественного порядка а также если ваша казна упадет меньше нуля то есть тоже там будет жопко старайтесь нанимать больше священников держать сильный гарнизон понижать налоги ставить правильных наместников города переждать волнение минус 10 процентов заход переносить переносить столицу в центр своих земель строить темницы висельниц короче говоря заморачивайтесь по полной друзья это тяжко скрипт вторжение золотой орды я себе поставил еще там дополнительный скрипт вторжения то есть потому что они приходят и еще приходит то есть там вообще пипец короче вот в этом бэйс это в принципе можно все настроить с монголами это на раннем этапе с монголами опять-таки на поздних этапах там этапах там тоже есть вторжение по-моему тимуридов вот короче говоря тоже вторжение монголов есть на в поздней эпохе в ранней тупо монгола приходит но они прям приходят прям блин приходит у монголов есть войск по которому они получат очень сильной армии будут перемещаться по карте только скриптом также с ними отключена дипломатия вам там в течение 50 лет не нас не нельзя с ними там никак побазарить если вам не нравится сразу отключать и в с этапе собственно эту тему но у меня все-таки включу потому что считаю что это прикольненько вот это хорошая тема школы библиотеки университет это важная часть игрового процесса не нужно думать что эти здания дают лишь пять процентов общественного порядка они приносят гораздо большую пользу каждый генерал который находится в городе с построенной школой получает образование определенный трейд черты персонажа и анчи последователь то там первая любовь первая учительность там все такие дела если ваш генерал мыслит абстрактно да не собирается развивать город в течение долгих ходов то старайтесь в первую очередь строить школы и библиотеки то есть генералов губернаторов прям вот вот надо вот надряю надрючивать вот в университетах так далее на всякие разные управитель управленческие штучки и вот еще фураж армейская система поставки отряды под предварительством генерал нуждаются в поставках поставки а также мораль ваших войск уменьшается в зависимости того как долго вы находитесь на вражеской территории поставки и мораль восстанавливаются как только ваша армия отдохнет в собственном поселении или после 5 вражеского города с 50 процентов 50 процентами вашей религии поставки могут быть также пополненной армией на судне вот фураж тоже есть такая система здесь тоже это усложняет игру но делают ее так сказать немножечко интереснее ну что ж вот такие вот дела естественно в сетап ребят вы сами сами с усами можете покрутить их и настроить опции как вам будет интересно там все описано все описание есть там все подробненько вот прям приподробненько как говорится только не будьте как говорится русскими читайте инструкцию не абы как а то мы то любим это дело охрен с инструкцией так разберусь все это очень важно важно вот реально настраивать он очень он очень сложный он очень сложный и этим он очень интересный и так давайте посмотрим на ли он и кастиль да начнем с них мы естественно католики понятное дело да вот у нас значит три области два города один замок ну как-то испанцы здесь немножко по соседям по соседям самом начале с португальцы которых надо жахать здесь собственно наши эти халифации как их там кордовский халифат их надо жарить и вот здесь вот французики с которым тоже предстоит немножко поштыкаться вот давайте сделаем вот так вот так вот лучше итак у нас тут на юге товарищи есть даже вот стыку ли небольшая то есть принципе основной фронт по идее должен идти здесь конечно же нам нужно забрать португальцев нас учиться только порту гальцев то нету но хотя вот один галлист стоит как говорится вот такая шутка минутка ха-ха надо забрать вот это естественно здесь на западе обезопасить себя хапнуть кордову гранаду мурсию да то есть забрать полностью опинины валенсию хапнуть после естественно забрать вот у арагонцев собственно помплоу ну сарагосу ну бургосу рэбелов хапнуть 8 короче полностью забрать опининчики себе полностью как минимум это обезопасить нас сторон с нескольких так нибудь всякие педики переходить то есть принципе положение у них нормальная нормальная надо определиться со стратегией первого удара конечно сначала португальцы и потом ну хотя это каждому на выбор что у нас есть собственно вот на на данный момент прям вот на старте на старте и опять-таки повторяю это ранняя компания я обозреваю сейчас фракции ранние компании именно именно ранее в леоне у нас здесь небольшая пачечка ну как пачечка так 4 друга тут три друга тоже 4 друга то есть как бы с войсками то у нас как по моему не фантасе древо тоже бедноватое да с армиями тоже беда в общем короче тяжело будет тяжело тяжело есть только один кардинальчик и один лазутчик до печалечка печалечка с казной так славный государь на уплату церковности на ушло 200 золотых но не отчаивайтесь и деньги пойдут на пользу духовенство пошли в жопу я понял короче у нас 300 рублей казноправители совсем бедненько мне так кажется хотя по сравнению с другими фракции мы еще не знаем смотрели содержание армии и и принципе нет то есть армия у нас по итогу вначале нету слабенькая торговля сельское хозяйство ну такие неплохие в принципе налоги по соотношению к армии ну армия пятки повторяю ее нету нету ничего нанять мы в принципе можем самого начала народец вполне вполне можем какое-то видимо вот как-то вот этим вот говном начале придется бороться как ты бороться население маленькая значит у нас в таледу но это таледу тоже замок по идее да здесь тоже слабенько по ее саламан кстати не раскачаны ли он видимо это наша столица тоже как-то не блещет достижениями совсем хоть как уж ты нафиг король при таком-то количестве народа боже мой в общем как бы не просто ну что ж глянем на их войска при полном 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 развитии ну что ж ну что ж ну что ж посмотрим сначала на городские войска которые есть у нас здесь даже при том что я накатал тут 43 43 тысячи населения это край как бы видите понятно что население покидает нас но общественный порядок нормальный и так войска войска вообще бедновато как бы не особо в раннюю эпоху тут почему-то не знаю ополчение с топорами возможно дальше будет будет лучше ополчение с топорами это понятно средненькая фуфляшка хотя как сказать принципе могут что-то сдержать какой-то атаку здесь тоже в принципе нормально для их цены качество городская стража вот они посерьезнее ребята плюс 100 урон против конницы бесплатное содержание поселение плюс 50 пробиванию доспеха классные парни мне кажется очень недорогие содержание тоже как бы не очень дорогие неплохая защита для их уровня неплохой ближний бой это вот копейщики выстраиваться против конца сто процентов против конницы как и вот эти ребята кстати тяжелые городские копейщики у них ближний бой слабее зато защита чуть чуть больше и содержание у них выше так что вот тут даже не знаю тут даже не знаю мне кажется вот эти вот ребята покрасивший был хотя защита побольше за счет щитов и арбалетчики городское ополчение то есть тут чисто ополченчики они ложка ложечка ложечка хотя пробивать доспехи ну на то они и арбалетчики здесь есть мангал манганел кидается горящими шашлыками видимо и расстояние ну тут тоже стандартного то атакуют войска понятное дело стандартные трибушеты я думаю у них одинаковые всей катапульты не особо как есть только кога кога на котором сидит как обычный плавающий транспорт который только как транспорты должен рассматриваться в игре медиевал 2 замок здесь побогаче здесь побогаче но не сильно тут есть баллистов стандартная катапульта собственно да эти и все еще вы представляете здесь почему-то нету не трибушетов не мангалов ну да бог ты с ним кстати кавалерии в городе тоже не нанять замки здесь стандартного ополчение с копьями да лучше такие вот простенькие ребята и крестьяне арбалетчики вообще говнище дрищину пробивать доспехи говнище страшное конечно какие доспехи они пробивают вот кого доспехи доспехи и доспехи непонятно крестьяне с луками тоже говно полное абсолютное говно метатели дротиков вот эти ребят должны были умереть еще в эпоху рима мне кажется дали бой 11 вообще не понимать чему возможно какие-то мега спицы total а умудряются как-то эффективно использовать этих ребят я что-то как-то не люблю с ними нянчатся мечнички очень неплохая у них защита они недорогие принципе для для такого уровня защиты неплохой ближний бой даже есть чардж вот эти ребята да они не пробивают доспехи тут нет них то бонусов доспехом против кавалерии понятное дело они как бы не преимуществ никаких не имеют но принципе крепкая боевая единица с неплохой защитой потом значит нас тут идут пешие рыцари в кольчугах это прям убер защитники отличная защита бесплатное содержание у них хороший ближний бой чуть подороже чем вот эти но по содержанию так ну не особо в принципе они тоже прекрасные парни это лузианский метатель и дроль дох до роликов хотел сказать дротиков ну в принципе метатели не знаю возможно на этом она оставит тратить стратегию потому что у них метатели аж две таких штуки они в принципе метают ничего не пробивает доспех не пробивает доспехи ребята ну как бы не знаю честно ближний по у них неплохой защита ну так могут с кем-нибудь до сразиться лучники последний тоже как бы не фонтан бьют на большие расстояния это единственно их наверное плюсик но дальний бой пятера ну не знаю хотя опять-таки в сравнении с другими фракциями не могу пока ничего собственно сказать рыцари в кольчугах крепкие ребята отличный натиск я считаю что это отличный натиск и прекрасный ближний бой хорошая защита рекомендуется к использованию прекрасные прекрасные парни это собственно еще одни метатели дротиков видимо они очень любят кидать палки эти испанцы ух горячие парни защита вообще ни о чем дальний бой такой же как у вот у этих парней даже хуже чем у лузианских метателей собственно могут выстраиваться в кантабарийский круг но по моему это не особо им поможет содержание у них довольно таки такое не хреновое для их защиты стоимость найма маленькая воинов всего 50 штучек кавалеристов вообще мало с ракет или я просто не выставил нет по моему меня выставлены максимум по идее по моему да вот собственно и все что есть тут на раннем этапе возможно дальше больше фиг его знает поздняя эпоха этого то что я сейчас вот на данный на данном старте могу сказать про эту фракцию фракция мне кажется хардовая хардова за них играть потому что они в принципе окружены врагами на самом начале никаких кулаков у нас нету есть только ладошки в которой мы можем хлопать и все с деньгами как бы тоже не фонтан прям вот далеко не фонтан вот я щас уже здесь понятное дело понастроил кучу построек для того чтобы посмотреть города вот так вот да если за них хотите играть что мне кажется за них играть интересно и можно попробовать построить тактику дохи нет не знаю уж какой-то есть любитель позадрачиваться с дротиками вот так вот вот она такая вот прекрасная испания и так мы глянули на леона кастильо сейчас мы посмотрим на королевство венгрии да то есть лечь по списку я думаю в этой серии раз два три четыре пять шесть шесть посмотрим на шесть посмотрим разных креста венгрии политиках азарии способствовала переселению венгров на территории украины откуда они вторгаются на средний дуна и способствуя падению великой моравии в 934 году натиск венгров достиг баварии однако поражение в битве у реки лах 955 году спас способствует тому что мадьяры довольствуются средним дунаем геополитически они становятся наследниками ара аварского каганата вот так вот да диктатура кочевников над славянскими поселениями венгрии венгрии некоторое время колеблются между католической германской и православной византии но вскоре делают стратегический выбор в пользу первой тысячном году при и штване святом венгрия становится легитимным европейским королевством так сказать вступает в евросоюз в каком-то смысле и штвайн 1 и штвайн первый получил корону а с ней духовную светскую власть в стране от папы сильвестра второго и штвайн 1 умер бездетным после чего власть в королевстве на некоторое время перешла в руки язычников однако судьба венгрии оказалась стеснейшим образом связана с христианством да вот так вот естественно ласло 1 ставший преемником своего брата гейзи 1 на троне венгрии столь истово ратовал за принятие христианства как единственной религии своей державе что его начали почитать святым вот такие вот пироги до представляете в результате войн с соседями первые и приобретенными становятся словаки первые приобретение словаки срым хорватия и трансильвания попытки распространить свое влияние на русь при коломании была безуспешной на магические корни венгерской аристократии при славянском большинстве покоренного населения приводили к тому что венгерские короли охотно приглашали других азиатских кочевников на поселение венгерских степях видите это не такие понимаешь она стали стали полосов пченегов и алан в горах-то населивали предлагались предлагали земли немцам в двенадцатом веке произошло временное усиление византии и от венгрии было отторгнуты некоторые балканские земли одновременно венгрия оказалась вовлеченной в крестовой походы в 13 веке внутренняя феодальная война привела к изданию королем андаршашаяем в 1222 году золотой булы которая ограничила произвол как короля так и магнатов установила права других сословий обеспечила права и положение мелких землевладельцев и вольных людей мелкая шляха на равне с магнатами спас стала участвовать государственным собранием наконец высшему сословию и венгерскому духовенству дано право сопротивления королю поступающим против закона вот вот такой демократия там у них принимаешь начало ростки давать в 1241 году до венгрии докатилась волна монгольского вторжения 11 апреля венгерско-хорватское войско было разбито сражение при шайо а король белый четвертый бежал в хорватию монгольское нашествие привело на территорию венгрии новые половецкие куманские орды беженцев а также способствовал укреплению связи с католической европой в 1301 году умирает последний король из династии арпадов вакантный венгерский престол занял карл роберт неаполитанский при нем утверждается венгерское рыцарство при людовике власть венгерского короля распространилась на обширной территории восточной европы утвердив венгерскую власть в корватии людовик отнял у венеции далмацию которая она завладела в начале 13 века на дунае людовик отбросив турок начавших движение к северу по взятию андреонополя временно присоединил к венгрию бдынскую болгарию и распространил свое влияние на сербию и боснию какой им прямо прям александр практически македонский как сын елизаветы сестры бездетного короля польского казимира третьего людовик в 1370 году получает польскую корону а вместе и галич из-за которого шла тогда война литвы с польшей людовик не имея сына завещал венгрию своей старшей дочери марии ставший по договору с карлом четвертым невеста его сына сигизмунда предназначавшегося таким образом в короле венгрии в 1386 году в права монарха престолов встает сигизмунд 25 сентября в 1396 году турки в николаевском сражении в никопольском николаевском извините в никопольском сражении уничтожают ни хрена себе 70 тысяч на рыцарское войско венгерского короля сигизмунда далмация снова подпала под власть венеции немало досаждали венгерском королю чешские гуситы с гусями в руках в 1458 году королем избран матвей корвин при котором венгрия достигла определенного расцвета он успешно отражал турок гуситов и габсбургов а вот такое вот венгерские то понимаешь розовые до стильные парни условия победы закладить 50 областей не так много в том числе трансбанду мбия трансильванию австрию бессарабию мунтинию болгарию карпаты венгерскую низменность мармата хорватию и пережить гибель держав республики венеции священно римской империи византийский перине хрена себе подобного до пережить то давайте же посмотри на венгров так здесь мы все это уже вы уже в курсе все это в курсе все в курсе в курсе и так у нас сразу открыта карта и это наверное все таки плохо вот так мне кажется лучше ну что ж у нас здесь есть что правильно четыре области два замка и два города у меня опять-таки получилось изменить количество ходов но я просто не знаю так люблю так древо в принципе не очень хорошие одни телки фигово так по агентам что у нас трансильвании лазутчик есть и кардинал тоже простенько поселение вот тут как-то в брашеве не очень хорошо но это я думаю решаемая проблема ну чтож собственно есть король коль кальман кальман кальмар хотел сказать урк видимо его наместник фу наместник этот наследник да я так понимаю кузьма и аум алмос так армии у нас собственно тоже нет никакой да нихрена сейчас проверим а так не на все церковь десятина ушла армии тоже нет никакой казна 200 рублей и мое вообще ни о чем да тяжело тяжело будет и вот мы собственно но у нас стратегическое положение более-менее ничего то есть у нас как бы мы в горах сидим у нас все хорошо принципе хорошо прикрыть броды можно там нормально нормально порядке что воевать мы будем здесь вот воевать мы будем естественно с поляками понятное дело ну тут у нас рыболов дофигища воевать будем каши же с половцами конечно же с половицкой ордой будем махач устраивать византию трогать наверное пока не надо хотя мы католики можем с ними замахнуться но не думаю вот священная римская перед должна сдохнуть вот это вот странно а мы должны видимо этому поспособствовать и собственно венецию надо вот нам главное надо вот венецию отжахать отжахать венецию поляков и держать фронт здесь половцами я думаю что монголов можно не опасаться скорее всего хотя смотря какой вы скрипте я поставили может вы еще себе дополнительный там еще такое дополнительное вторжение вообще жести вот здесь поставить пару стеков там да и вы и пусть они там вокруг бегают трахают византию все плевать вообще мне кажется могола не особо угрожает да вот так вот так вот так вот да экономически у нас фигня конечно не очень гуд и мы собственно по дипломатии как и полагается на начало ни с кем не воюем ни с кем не дружим военный лагерь ухты хоть какие по строчке до повышать боевые навыки полководцев которые обучались в течение одного года вот это вот заметьте интересно плюс 5 к дальность перемещения агентов и армии повышает доход торговли количество путников указывает на объем торговли класс 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 слушайте есть разные штучки да вот склад с ресурсами там еще что-то камешек камушек здорово-здорово это мне очень нравится этот мод прям очень нравится но играть за венгров и наверно точно не буду вот не лежит у меня конечно к ним такая-то колеческая церковь повышает благочести католических католических священников которые здесь становились на год вот это вот очень важное строение кстати как католика отправляешь сюда он тут один ход постоял один-два хода постоял и иди дальше мол типа проповедуй вот это класс 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 повышает благочестие то есть тут такие маленькие няшки раскиданы по карте которые тоже надо изучать ребят обязательно ну что же давайте глянем на их армии которые у нас тут есть раннем средневековье прям на старт который мы можем получить на старте понятно что в дальнейшем наверное будут другие ну что ж смотрим 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 у нас войска который в городе сначала да это все что есть собственно тоже мангал требушет классическое все классическое при классической так тяжелые копейщики неплохие неплохие стоит правда достаточно дорого но хорошая защита атака натиск и конница да да они чист как ополчение конечно пойдут вои копейщики это какие-то лузеры дешевые но для гарнизона пойдет войска самострелами тоже говнишка ничего пробивает броню хотя бы да ну говняшечка городское ополчение арбалетчиков вот как бы вот почему городское ополчение стреляет лучше чем вот эти вот 3 войска самострелами не понимаю ну ладно такая же пробиваясь брони атака так себе честно вам скажу лучнички селяне охотники дальний бой 25 ну ё-моё какой кошмар охочие люди ну тоже как-то не фонтан вот не фонтан городе совсем городская стража вот хотя бы сто процентов конницы бесплатная пробиваемость пробиваемость брони бесплатно содержание 10 ближний бой 13 защиты более-менее и собственно какие-то непонятные соседы похожи на крестьян из ру из первого рима неплохая защита отличный ближний бой это как пехота пехота до их сколько и 120 до 150 их маловато и как видим как ударный отряд над используются так смотрим на замковые войска тут конечно же ни хрена не побольше тут есть катапульта и собственно стандартная баллиста легкие копейщики не про мне плохая защита при их стоимости плохой ближний бой но как сдерживающий фактор 150 человек пойдет вои копейщики вообще говно конечно просто стоимость почему-то не особо 270 здесь 215 содержание 115 содержание 102 но это же ну всяко лучше всяко лучше разве что вот эти бесплатно могут содержаться но как воина мне кажется вот эти вот эти поинтереснее намного намного поинтереснее конечно так хорваты бесплатно содержание пробиваемость брони 10 атака 10 защита ближний бой да ну так легкие пехотинцы мечники вот более-менее 19 защиты стоит недорого ближний бой 10 более-менее их всего 120 они как атакующие единицы венгерские лучники ну говно ребят ну что же вы себя так позволить это честно охочие люди такая же фигня мадьяры единственная кавалерия доступны на данный период начале игры тогда не знаю потом каш появится дальний бой 67 защита ну блин ну говно не повезло им конечно со всеми с войсками прям вот скажем прямо не с не получилось них не срослось это на раннем периоде на раннем периоде такие значит понимаешь войска да они неплохо неплохо венгры значит здесь упакованы плане расположения но как-то грустно у них все конечно грустно при грустно в плане экономики да и воевать то особо неким вот такие вот венгры ну что ж третье грузинское царство прямо отлично захватить нужно 50 властей в том числе собственно удержать грузию аджарию азербайджан карденис то это и в смысле не легионеры из футбольного клуба рубин забрать нужно именно от регион армения западные азербайджан забрать аланию пережить гибель держав сельчудский султанат державу харизм шахов на русичи не лезть то есть не нужно лезть кавказ нужно забрать короче грузии кавказ кавказович кавказов надо захопать и грузия сар к тэлу страна картельского народа название региона сам обе на государства закавказе на побережье черного моря на южных склонах главного кавказского хребта царствование правнучки david строители да короче представь а так царствование правнучки давида строителя представляет собой наивысший подъем влиянии грузии за всю ее историю развития в 1194 годах по 1204 годах армии тамары отразила несколько турецких нападений на юге и юго-востоке и вторглась занятую турками южную армению большая часть последний включая карин эрзинджан иван стала протекторатом грузии хотя и не была включена формально грузинское царство находилась под управлением местных турецких эмиров однако в 1220-х годах монголы пришли через малую азию и за кавказе подавив сопротивление грузинских и армянских сил большая часть грузии вся армения и центральная анатолия попали под власть монголов в 1243 году царица русудан заключила мир с монголами уступив им зависимые от грузии государства западный шерван на чихе чеван и другие территории а также согласилась платить дань монголам и разрешив им занять фактически управлять примерно половиной грузинских территорий занятый монголами тбилиси формально оставался столицей но царица отказалась возвращаться туда и правило находясь в кутаиси до собственной смерти в 1245 году после даже после этого даже оставшаяся часть начала распадаться самсхе южная провинция грузии заключилась сепаратный мир с монголами и к 1266 году фактически отделилась от грузии между 1259 и 1330 годами грузия вынуждена была вести постоянную борьбу с эльханами за независимость первое восстание против монголов началось в 1259 году и продолжалось почти 13 лет его возглавлял царь давид нарин в дальнейшем борьба против монголов продолжалась при царях деметре втором и давиде давиде сейчас пардон восьмом царь георгий 5 блистательный воспользовавшись ослаблением эльханов перестал платить им дань и восстановил грузию в границах до 1220 года а также вернул трапезонскую империю вассальную зависимость от грузии он упрочил царскую власть он упрочил царскую власть и возродил разрушенную монголами страну вот он такой классный такой блистательный как его там зовут какой-то там блистательный не помню кто сейчас секундочку простите не обижать где он давид да гео царь царь георг 5 блистательный вот крутой он наш человечек давайте посмотрим на этих парней грузин гордых сынов гор ну и равнин сейчас договорюсь чувствую блять так грузия грузия моя так отключаем тугольфоу конечно дабы было понятно по итогу где мы мы в жопе мы в жопе но опять-таки стратегически располагаемся очень неплохо то есть наш тифлис защищен здесь проход горный здесь как бы тоже но у нас есть только одна провинция это город и это собственно собственно вон вот даже замка нет даже нет замка даже замковой войска сейчас не посмотреть на начало ну что делать давайте разгоняем что у нас с финансами да я понял церковь десятина идет в венеции правильно да мы же православные у нас 200 рублей казна не фонтан далеко есть какая-то армия чувствуется там хотя она такая жиденькая жиденькая армия особо армии нет все жиденько жите врага естественно да с финансами жопа знаем поначалу тоже ни о чем шертоворы ополчение с луками акантисты все опять-таки эти метатели палок и все но есть что-то поначалу такое да чем можно в принципе пошалить с какими-нибудь рыбалами там о нифигасе рыбал и ее первый театр ты лазовичи кудак у нас что с древом с древом у нас плохо у нас как обычно с древом агент есть лазучек и посол даже нету этого митрополита нашего местного но есть посол зато поселедница одном есть три командира собственно сам великий царь давид а давид четвертый здесь да и наследник деметре до хрена ходов и все ни с кем мы собственно не воюем понятное дело вот так вот окей по расположению нас тут половцы и они к нам будут лезть ну может не да скорее все половцы плюс монголы придут вот стопудов к нам они придут и это будет плохо поэтому как она готовится у нас на юге тут турки с которыми приходится в основном меситься скорее всего потому что как-то обустраивать грузию забирать вот эти все вот провинции как-то как-то здесь усиливаться а плюс только один тушим и в горах и в случае обор обороны можно занимать горные гряды в горной грязи сидеть там и обстреливать врагов что монголы например не очень любят горы хотя хрен его знает как тут все это реализовано вот ереванчик можно будет хапнуть прямо самого начала до попробует дайте попробуем прям можно попробовать а это же города это это поселок да это не замок нам бы замок замок вот здесь баку и он и он в баку так ну что же давайте глянем что у нас хотя бы есть в тифлизе по войскам ну что ж и так и так и такович и таков все что мы имеем мы имеем практически ничего стандартные значит дела здесь опять-таки конкист эти метатели палок они кстати хуже венгерских стоит дешево содержание ни о чем да и можно сливать их 120 всего ополчение с луками тоже содержание низкая есть грузинское ополчение с арбалетами просто очень фиговый фиговый дальний бой плохая защита содержание 100 рублей до ширта воры атака 8 док это мясо это мясо это мясо и митиков не митиков не копейщики тоже говно к сожалению у грузин на начале начала игры по российски в ранней эпохе говно говнистая короче ничего нету полком ничего нету ну вот войска видимо при более-менее тут скевине лучники тоже дальний бой 4 хотя бы защита 10 до содержания содержание низкая ереста вы еще есть да вот такие парни 24 защита очень хороший чардж и неплохой ближний бой стоит дорого содержание соответствующие но это прям вот прям кавалерия прям кавалерия кавалерия кстати полководцы а нет не хочу им ухты монас по мы посмотрели конечно телохранители венгров и испанцев но я думаю там примерно то же самое кавалеристы отличный чардж 14 атака ближний бой но и она и понятно это же охранники генералов они всегда мощные до кавалерия хороший так здесь еще есть спешеные ереста вы до прекрасная реста вода ближний бой защита и недорогие и недорогие это каталинские копейщики вот хорошая защита это может быть они могут быть но почему тогда против конницы да они как такой защитный вариант защитный вариант да это у нас также и улы прекрасный это жрюл они еще дороже чем вот эти ереста вы или в я правильку не говорю то ереста вы до 29 защита 14 чардж и просто потрясающе отлично отлично они они очень хорошие но они при этом дорогие и нифигово так содержится но они крутые ребята крутые очень этих мы уже смотрели укажи да да собственно то есть гурам да и буду я тебе ничего давать да у них то же самое то же самое ну чтож да вот такая вот грузия груза груз играть видимо очень тяжело особенно потому что потом приходит монголы и ух ух будет за задница вот так вот войск в городе по крайней в раннюю эпоху вообще нет никаких то есть посасывайте пальчики прям вот не вынимая с грузинскими войсками ну что делать таков хард в этом моде и так следующее у нас иерусалимское королевство вот вот этот этот опять я таки повторяю это ранняя эпоха обзор ранней кампании кампании ранней эпохи вот иерусалимское королевство латинское королевство на востоке возникшие в результате крестовых походов стали островками западной цивилизации в совершенно чуждом мире наиболее могущественным из этих королевств было иерусалимское королевство его центром был святой град иерусалим с находящимся там гробом господни отвоевывание которое было основной целью крестоносцев королевство было создано после захвата крестоносцами иерусалима в 1099 году территориально оформилась оформилась в начале двенадцатого века после новых завоеваний крестоносцев в восточном средиземье готфрид бульонский бульонский один из предводителей первого крестового похода был избран первым королем готфрид умер в следующем году его брат и наследник балдуин первый не был столь благочестив и сразу принял титул короля иерусалима балдуин удачно балдуин или балдуин хорошо пусть будет балдуин не алик же балдуин балдуин удачно расширил королевство захватив портовые города акра седон и берут а также утвердив свое владычество над государствами крестоносцев на севере графством эдесса им же основанным княжеством антиохия и графством триполи при нем увеличилось количество жителей латинян пришедших с арьергардным с арьергардным крестовым походом а также появился латинский патриарх итальянские города государства венеция пиза генуи начали играть важную роль в королевстве их флот участвовал захвате портов где они получали свои кварталы для торговли балдуин умер в 1118 году и не оставил наследников его преемников стал его кузен балдуин де бурук граф эдессы балдуин второй также был способным правителем и хотя он несколько раз в течение правления попадал в плен к сельджуком границы государства расширялись позже корону наследовал сын амари 1 молодой балдуин 4 что ж у них за мод это такая с ранних лет он узнал что болен проказы вот этот балдуин 4 который был фильме царство небесное хоть хороший фильм с ранних лет он узнал что болен проказы но ему не помешало доказать то что он является деятельным и сильным правителем и хорошим военачальником он смог на время отодвинуть внешнюю угрозу от королевства но его болезни ранее смерть несли новые междоусобицы и раздоры в и без того парализованную жизнь королевства королевство иерусалимское полагается на мощь своих рыцарей включая рыцари иерусалима и могущественных констеблей иерусалима и гвардии главная сила иерусалима мощные рыцари-темплиеры что обеспечивают иерусалим диапазоном войск своего ордена типа арбалетчиков сержантов а также рыцари храма включая лично маршала-темплиеров условия победы захватить 50 областей опять таки тоже немного в том числе иудею финикию сирию киликию киликию наверное галилею филистию моап нижний египет пережить гибель держав фамицкий халифат сельджутский султанат все собственно тут понятненько глянем халя не понимаешь глянем на иерусалим так вот это читать не буду ребят если вы хотите прочитать это да то я это читаю в начале видео где обозреваю леона кастиль у испанцев поехали что мы находимся вот здесь да собственно иерусалим акра мятежная и конечно надо брать тоже мятежная антиохи это тоже торпоза на очень короче накажет забирать вообще весь вот израиль грубо говоря здесь вешать также на что в сирии толком ничего сюда конечно лезть да да ну давай сейчас глянем пока вот так что у нас тут есть три области три города и я одного замка как обычно блин даже не посмотреть ничего замка то нету жалко жалко так древо у нас вот он собственно балдуин король и принц балдуин 41 год 40 лет интересно а его братец порядок вот они гиральчики принц балдуин вот он джослин 1 куртене с агентами смотреть к сладочек посол посол кардинал поселение вот у нас жопа в десе да надо что-то с ней делать это потому что разные религии правильно наверняка религиозный бунт я в этом уверен да конечно религиозный бунт но ничего казна да казна то чуть чуть лучше до 200 рублей но это ни о чем учитывая что у нас расход на армию большие армия у нас естественно есть понятное дело ема давайте посмотрим на противничков вот так вот у нас тут под боком сразу наш враг хотя он вроде нейтрали но я уверен что он тут же объявит на войну здесь же турки тоже наш рак очень короче играть хардова за иерусалим но интересно но я думаю интересно понятное дело что стратегии будет захват рима тфу рима говорю египта египт понятное дело как-то держать здесь оборону с турками вот здесь держать оборону и продвигать сюда . да придут монголы нам должно быть на здесь буфер создать от монгол да да лезть на турцию не знаю как бы получится ли захопать все вот это получится конечно конечно получится если играть если правильный хорошо играть все получится все сука получится поглянем к на их войска и так вот мы развели город по максимуму на удивление кстати у химии даже 49 тысяч населения у нас рост идет и хорошие налоги футы блин хороший порядок налоги может тоже король здесь стоит наверное да благополучие здоровье населения законность и гарнизон то мало конечно на это влияет давайте выведем товарищи полду и начали посмотрим просто интересно вот он вышел до население сразу падает население падает но порядок не уменьшился что что еще гарнизон стоит внутри все смотрим на нашего мистера болдуина что у него там в охранке нет в охранке охрана полководца 27 13 15 чарж в принципе окажется 27 защита по моему у даже венгров покруче защитники защита в смысле был дал те охранители получше даже у венгров ну да ладно глянем на войска которые можем нанять в городе иерусалиме потому что замков нету к сожалению замок не посмотреть час итак морячки но это говно прям вообще говно прям прям я бы сказал дорогое говно если у венгров там хотя бы говно очень дешевый здесь прям по содержанию то у ополчения с копьями вот и всяко не получше чем вот эти морячки ты ё-моё так ополчение с топорами ясненько все с ними эдесская стража неплохая да ну не к сожалению против к вальпире у них ничего нету так а ничего доспехи атака ближний бой дорогие они реально дорогие эдесские парни что у нас тут дальше идет рыцари святого ордена иоанна очень крутые ребята очень дорогие то пехота реально дорогие содержание кстати небольшое пацанью с наймом конечно но были дорогие крутые да хороший ближний бой прям такие штурмовые войска стражи грома господня вообще просто эпик парни к сожалению не против кавалерии эти двуручники но они прям рубильщики 30 защитой прекрасный ближний бой даже чарж неплохой есть менее дорогие нежели их коллеги имение содержание тоже менее дорогие из лучников у нас есть только городское ополчение в городе все это прям как-то ужасно и она говно чем дорогой говно и мою кавалерия с кавалерии у нас есть только две здесь в городе кавалеры орден святого иоанна до крутые ребята 8 чаржем очень дорогие и крутые и собственно шевалье ордена святого грубо господня чуть хуже по защите и чуть-чуть хуже полина и дару какого хрена почему бесплатное содержание что ли вот это вот вот этим они должны взять полторы тысячи как юмор 63 война здесь а их побольше 63 при этом еще ясно дети к 41 ясно ясненько ясненько ну и классика 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 плюс вот это вот святой крест который прибавляет боевому духу и так далее поняшу плюс топ против конец и такие защитники там стоит очень неплохая защиту у них ближний бой ну да и такие защитники креста их кстати мало 61 поэтому все равно их на дополнительно охранять есть как бы хольг кок это все фигня мне кажется полно смотреть на это нет смысла так помимо этого есть еще крестоносцы это видео замковые войска хороший хороший цена найма непонятная я могу сказать содержание содержание дорогущие 750 рублей пипец содержание у них ты мощный чарж атакует без приказа до ветераны крестоносцы помнится их до содержание тоже у них не хилая при том что у них защита но такие средние войска средние войска этих мы полчение скопим мы сейчас смотрели есть еще у нас что что вот сирийские вспомогательные войска тоже можно нанимать наверняка в замке говно ну как мясо но она содержание соответствует мясо морячки морячки содержать содержаться 25 а здесь через 90 до атака ближний боу них похуже но они хотя бы учета как-то защищены но и содержание поменьше есть еще кто-нибудь у нас такой неизведанный вот норманск валерия ты видимо либо наемники либо которых можно все-таки нанять неплохая чарж конечно похуже принципе как базовая такая кавалерия пойдет пойдет так и в эдессе блин безумный крестоносца содержание в 305 750 ты жесть жесть конечно да вот так вот до играть за прям я бы сказал что за крестоносцев назовем их так иерусалим играть прям мега хардова я уверен прям мега при мега хардова потому что окружены врагами денег нету особо вообще казни мало генералов то есть а враги рядом и войск нет и замка нету расшаренного ок тяжело быть конечно тяжело но для этого собственно мод то и устанавливают чтобы как бы усложнить себе игру получить больше удовольствия вот на этом с иерусалимом все вот мы и собственно добрались до следующей нашей фракции держава харизмшахов до условия победы надо захватить 50 областей в том числе и месопотамию иудеи азербайджан каракум западный азербайджан месопотамию держит гибель золотой орды ухты ё-моё а и сельжутский султанат собственно турков надо по чикать да вот такие суровые парняги симпатичных достаточно шлемах харизм древний регион средней азии с центром низовья амударьи область развитого реагационного земледелия ремесла и торговли через харизм проходил великий шелковый путь харизм четвертом веке до нашей эры по первый век нашей эры могущественное государство в этот период взгляну множество укрепленных городов с мощными стенами и башнями представлявшими собой единую систему крепостей защищавших границу оазиса со стороны пустыни с середины первого века нашей эры до конца второго века харизм входил в систему кушанского царства как член древнего древней массагетской конфедерации в третьем веке харизм восстанавливает свою независимость в последующую эпоху между четвертыми и восьмым веками города харизма приходят в запустение первые набеги арабов на харизм относится еще к седьмому веку 712 году происходит завоевание харизма арабским полководцем кутейбой ибн суру муслимом учинившим жестокую расправу над харизм мессийской аристократии а особенно жестокие репрессии кутейба кутейба наверное как правильно не знаю обрушились на ученых харизм в 1017 году харизм был подчинен султану махмуду газниви газниви или газниви не знаю точно а в 1043 году завоеван турками сельджуками с конца шестого века идет постепенное освобождение харизма от сельджукского протектората и присоединение новых земель правитель харизмы куть от димму хамид 1 в 1097 году принимает древний титул харизмшаха его внук тадж аддин ибил арслалан в 1157 году полностью освобожден харизм от сельджукской опеки честно ребят я устал почитать ну ладно наверное надо при харизмшахе ал алла аддин текеше харизм превращается в огромную империю в 1194 году войска каримшах разбивает армию последнего иранского сельджуки сельджукида торгул бека и утверждают суверенитет харизма над ираном в 1195 году багдадский халиф насир терпит поражение в бою с харизмитами и признают власть такеша над восточным ираком успешные походы на восток против каракитаев отворяют такие что дорогу в бухару ребят если вы хоть что-то понимаете что я говорю с кивайте головами ладно сын такеша алла андин мухаммед 2 тысячи двухсотом тысячи короче они молодцы все я устал просто мне язык уже заплетается от этих всех дел в общем ясно все прочитаю в финальчик с 1220 года харизм оказался в составе монгольской империи затем в усули джучи позднее в золотой орде в этот период у греч был заново отстроен ургенч какой ургенч прикиньте так человека назвать ургенч например был заново отстроены стал одним из главных торговых центров социальная культура харизмцев сыграла значительную роль в культурном развитии золотой орды с 17 века в российской историографии харизм стал называться хивинским ханством вот так вот язык сейчас надо немножко мне починить подклеить давайте на них посмотрим на это харизм сиска и царство так тут все понятно и вот у нас кстати немало областей тогда и мы варить когда у нас всем областей 5 городов два замка неплохо 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 с казной прям все 275 рублей такси маловато конечно знак коррупции не фиговая такая и мы находимся за кальспийским морем то есть к нам орда придет там будет прям первое придет то есть нам жопа будет весь орда придет надо откатываться сюда как здесь держать оборону если это вообще будет реально до в начальном этапе можем еще нибудь тут построить начальными дурак войска есть самого начала не богатый на самом деле столица угренич это города хива давайте глянем что у нас с врагами правильно так а с врагами у нас следующее здесь собственно турки с которыми нам надо махаться а здесь половцы наверху территории обширные достаточно закаловушки не оставить давка какой-то рпг да ну понятно что надо как-то захватывать этих рыболов здесь мы будем обезопасены а потом будем обезображены монгольским вторжением надо жахать каши турков тут с половцами стоит ли с ними сражаться мужик вообще не трогать оставит их на золотую орду который так придет к нам да здесь конечно за них играть тяжко именно по то по той причине что рано или поздно придут злые монголы и на втыкают под вот такую вот веселую музычку не будет идти хотя у них будет другая музыка играть конечно да ладненько глянем на их войска но перед этим посмотрим на древо древо вообще никакое саги ухты как агентов много туда есть купец есть есть собственно священник как называется у них имам есть посол и куча лазутчиков до 2 и мама даже есть но нормально нормально поселения много и везде в принципе нормально порядок почти в конклаве тут какие-то проблемы но я думаю это не это каменность да это замок проблем да ну что ж глянем теперь на войска и храни путь ну что ж посмотрим на войска начала в городе да что у нас есть тут понятно дел шум мангролометы катапульта и требушет классика тут ничего не изменилось ополчение с копиями которые там с самого начала доступна защита 10 5 100 против кое-то смысла содержание как и не содержание такой стоит рублей если в городах то бесплатно да но они как такой защита от кавалерии может и пойдет 202 человек тем более их мечники харизма вот они как пехота основная пехота в принципе наверное да но ближний бой маленький конечно было больше было бы десяточка еще более-менее лучники говно дальний бой защита никакая вообще от стоит стоит содержание не хреновая вообще обороне города пригодятся и все и больше и вообще ничего нельзя построить представляете вот такой вот замок о смысле такой вот города но это врань опять-таки ратни эпоха я повторяю на начало игры я это делаю так что даме написать комментарий чувак чувак брат братом братом сзади в битве выбери все эпохи едят я вот я смотрю сейчас на начало битвы и все тут такие же ополченцы с копьями те же крестьяне ой крестьяне с луками есть у нас да здесь вообще говнище дрище прям дикое дичайшие просто толку от них никакого их 622 и хотя бы хоть добра вы помните как эти убер убер добровольцы с дверями в руках тогда по 250 человек они тоже по характеристикам примерно такие но не сука там количеством беру до тяжелая пехота метатели они метать слушайте пехот шел туда и ламы очень похоже на гастатов по своей функции до кинули дротики 2 атаку пошли 25 защита прекрасная дальний бой и ближний будет 12 плюс у них но у них нет пробиваемости брони и у них нет копии там так и говорится но они в бою как пехота пойдут нормально есть персидские копейщики как защитники как чисто как защитники 4 у них ближний бой 13 защита как такой основной основные защитники такие то у нас основная пехота единицы вот так афганцы метатели дротиков афганцы они любят метать им бы мухи в руки они дротики 12 атак и даже больше чем у венгров защита очень слабенькая ближний бой вообще никакой ну вот они не знаю какой смысл их вообще блин них содержать 290 нафиг они нужны так есть тут всадники с копьями до 7 атака 7 чар слабенький чарж 800 блин стоит 860 а чарж вообще ну не соответствует ребят честно не соответствует этим скорость бега плюс 30 образ что они очень быстро и наверное да разве что они мега быстрые парня гида потому спасти просто и широко ноги расставляет когда скачет поэтому от этого быстрее крылья встроены здесь для планировки тяжелая кавалерия харизмы хороший чардж неплохой ближний бой ну защита конечно для такого рода кавалерии не особо но более-менее стоит до хрена как и водится для тяжелой кавалерии лучнички турецкие всадники дальний бой неплохой защита неплохая содержание ну нифиговая зато стреляют далеко да нет далеко не стреляют быстро и правда стрелять не очень далеко нет такого на большой расстоянии к сожалению ближний бой семерочка даже могут вступить натиск никакой ну и тут есть только баллисты катапульта все больше ничего жиденько жиденько друзья как обычно но это опять-таки повторяю ранее прямо на старте игры я это ввел проверить ранее по понятно что потом будет что-то ли есть что-нибудь еще у генералов давайте 1 генерал достанем глянем на генерала собственно как а у них защитка ну 24 содержанием содержание дешевое до содержание дешевое согласен 24 защита 11 натиск ну так себе так себе телохранители в отличие от тех же и русалитских там или тех же венгерских например венгрии телохранители пипец вообще не порадовали на удивление ну здесь больше так из тех войск что у меня есть чего-то из другой эпохи нету нету конечно говно говно говнистая тяжело играть блин тут по ум за всех сук тяжело играть ну ладно с ними вот с этими все и понятно ну что же последнее в этой серии фракция королевство швеции суровые суровая шведская семья тут такая стоит до из двух человечков они это дело любят условия победы для шведов захватить 50 областей в том числе уплант зюльдерман ланд славянскую землю эстонию и ютландию хардланд варийский соми остров висби это я помню остров визби почему-то пережить гибель держав крыльца дании понятное дело извечного их соперника и великого новгорода что тоже принципе лоджик то есть с перевода на великий могучий блять уже забыл переводить должен был ладно все и так креста швеция лишь в конце шестого столетия язычество в швеции был нанесен решительный удар сожжением древнего упсальского двора богов при конунге инге старшим переходное время отводения языческих богов к эпохе окончательного торжества христиан на севере отмечено серьезными и продолжительными внутренними раздорами вызываемыми с одной стороны борьбой двух религий старой и новой с другой борьбой наиболее сильных княжеских родов из-за верховного господства в стране во время этих раздоров мало-помалу установил швеции выборное начало передававшиеся передававшие верховный власть швеции конунгом из трех могущественных родов носивших имена родоначальников конкурс стенкеля сверкерлера и эрика решительное торжество христианство то есть католичество естественно в швеции относятся собственно к 1248 году когда была окончательно утверждена на соборе в шеннинге церковная иерархия и поднята безбрана врачие духовенство швеция таким образом последние западноевропейский государств подчинилась могуществу римской церкви в то время как власть пап переживала уже самую бестящую свою эпоху римско-католическое духовенство никогда впрочем не имела в швеции такой силы как в других странах тем не менее она успела искоренить немало языческих обычай и много содействовало смягчению нравов и распространению культуры вот так посмотрим на шведов прям вот швея штука шведов даже в ваниле то особо не помню они там были бы нет по моих не было интересно я шведов только помню по импайр тут его где постоянно надирал им жопу играя за российскую империю или они мне так это мы читать не будем поехали у нас карта уже сразу открыто это не очень правильно хотя давайте сразу посмотрим а нет и карта закрыта да я думаю карта открыта а у нас да ладно ё-моё нифига себе у нас всего одна область и один город блин ё-моё давайте мы хотя бы может попробуем замок захватить как-то на автобой может попробуем собраться силами да да надо хоть забрать его тогда сразу и посмотреть что будет не дать так сделаем такую сиву личку что прикажете валять я не дойду в принципе можно вот так сделать ведь продолжим путь завтра на рассвете да ладно 65 прикалываешься что ладно крестьяне с луками сюда пойдут успею это сделано просто хочется посмотреть хочется посмотреть и и замок и город тут только город у нас и все так прежде чем мы это сделаем были к вот нас лодочки и сразу и так далее быстренько сделаем что-нибудь быстренько быстренько извините извините хочется хочется замок еще тоже ну блин опять город один а также курс алипсов один город при давай 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 братан давай 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 так быстренько все новое задание сразу задание какой-то полетела не успел уже начать играть право задание полетела так тут же наймем к нету не будем очень внимать давайте берем 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 что нам нужно вот нам только надо ну что ж вот мы одержали победу нас есть смотреть сразу так смотрим да немножко есть вот варианты до занять поселение полководец будет развивать благородство вырастет недовольство горожан собственно до максимально минус 175 раз грабить поселим половить будет развивать жестокость поселение снизится недовольство горожан повысится страх населения если отсутствовал недовольство уничтожить жителей в два раза эффект два раза выше чем разграбить поселение то есть давайте займем насрать займем займем так выведем королька все ладно смотрим что у нас тут по деньгам поначалу 200 рублей казна не особо не особо в войск как мы видели а принципе ток и нету ни одной кавалерийский кроме генералов собственно ни одной кавалерии эту город сего обстота и вот первая цель скорее всего этот замок я думаю да взять его вполне реально там какой-то новая заданица у нас а собственно но и было да я получил 4000 рублей за то что взял этот норме сразу ну чтож давайте глянем давайте глянем что у нас в окружке происходит при так с древом у нас ну смотрите мальчики есть древом принципе ничего ничего с древом две телочки и симпатяшки симпатяшки классно классно так агенты у нас есть тела звучит посол и две дочки две лапочки прям практически дочки какие лопатульки поселение было поначалу одно понятное дело только упсала и все с войсками тоже все понятно есть один кораблик и собственно наш даже не принц просто какой-то генерал и наш королек ни с кем мы собственно не воюем как и по как и положено поначалу с врагами что у нас тут нам ничего пока не угрожает но нам нужно во первых я так понимаю датчан жахать да и пожалуй норвежцев наверное тоже да то есть занимать вообще всю здесь скандинавию возможно высаживаться сюда турку брать потом вот эту вот экспансию проводить сюда не боявшись на самом деле монголов на них можно фиг вообще просто и даже может сюда вы свете в реку еще все то есть же сложнее экспансию делать главное конечно вот сосредоточить удар вот здесь вот врагов поначалу скажем так у скорее не чем есть на самом деле но у нам и развиваться то я не особо есть чем один город всего сейчас вот еще замок предположим надо уже сразу брать еще здесь еще замок здесь город лунд а вот тут смотрите когда вроде как и гаси уже стек например да целый стек практически есть убери на свенс она блин а у нас как бы только один свенс он свисает и все никаких стеков нету вот так вот у норвежцев тоже как бы ничего нету но как ничего нету вот чё тут у них есть она прям отойдет захват осло например хотят взять и не смотри-ка да то есть не так все простенько мне так все простенько за шведов играть не простенько совсем-совсем я бы сказал ну что ж давайте глянем на их армию на их армию потому что с расположением все уже понятно ну что ж вот мы и разбили их по максимуму так посмотрим сначала что у нас у королька значит в охранке в охранке ну как бы пак содержать 317 ну блин защита 27 может и лучше может был чарша очень хороший да и ближний бой в принципе ничего 45 человек здесь естественно у генерала так тут у нас есть крестьяне с копьями такое говнецо средненькая ветеран доспехах но они вот хороший до хорошей защиты они вот как вот основная пехота такая да неплохо будет смотреться разбойники викинги хорошая защита в принципе хорошая ближний бой цена изменяется видимо потому что так сильно думаешь а пострадали немножко ополченцы такое да чуть чуть лучше чем крестьяне да нет я бы сказал ой я бы даже сказал даже хуже чем крестьяне с копьями так крестьяне с луками говнище дрище вот они да да 85 содержание раз что вот их спасает смотрим что у нас городах понятно что мангал требушет катапульта ополченцы с копьями вот они да тяжелые городские копейщики хорошая защита в принципе жалки конечно будет вы были содержание дорогой но они вот как могут держаться как асаду асаду сдерживать могут арбалетчики более-менее 4 хотя бы говно говно конечно говно 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 говнистая да что у нас здесь замки да это мы сейчас посмотрели все с вами уже вот тут не ветераны ополчение с копьями разбойники а тут еще ниже 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 конечно открываем ниже что у нас понятно мы до них дойдем разбойники викинги да мы тоже сейчас смотрели неплохой ближний бой да они как могут стену щитов пробивают броню снег лес бесплатно содержание неплохо неплохо в принципе пеший хорскарлы да вот хороший отличный прям отличные штурмовики ближнего 11 защита 24 содержание не фиговое такое но я думаю они стоят своих денег скандинавские мечники тоже хорошие ребята прям гуд прям гуда со штурмовой пехоты шведов так не обломали пешие ридары прекрасные тоже памяти на счетов но они без кавалерии против кавалерии у нас как бы никого толком нету кроме вот этих ополченцев с копьями и наверное в этих вот ветеранов доспехах которых почему-то нет у меня почему-то нет возможно появится потом потом появится неплохой отличный ближний бой хорошая защита прям прям молодцы молодцы так лучнички дам крестьяне есть скандинавские лучники так себе длинный бой так конечно говно и далеко не стреляют не эльфы ридары собственно вот атакующая отличная отличная атакующая кавалерия 42 всего как полководцев тип того 26 защита чарж 11 ближний бой 12 неплохо а это у нас следопыты это легкая кавалерия ни хрена на например не очень быстрая толку от нее помощи никакого нету зато содержание низкое и есть еще одна кавалерия сквайр и тоже говно прям вообще говно про следопыты даже поинтереснее чем они дачу с войсками какой-то дисбаланс у шведов дисбаланс но по крайней мере здесь возможно потом по истечении времени появятся другие товарищи когда сменится эпоху еще что-то не знаю не знаю на начало говно какой же критичный парень вроде бы да сам-то толком играть не умею такой критик плеть прям практически как эксперт с телевизора который во всем разбирается на самом деле не разбирается ни в чем но в общем ладников вот до шведов и закончим дорогие друзья на этом первую серию этого обзора мы закончим наверное да в следующем обзоре мы тоже посмотрим несколько фракций я думаю это будет состоять из раз два три 4 из пяти серий будет состоять обзор с обзором фракции наверное так на этом первая серия очень заканчивается заканчивается прекрасный мод мне очень нравится категорически рекомендую его игре как люби кто кто тот кто любит медивол 2 категорически рекомендую заняться этим модом он очень классный хотя я уверен что большинство людей которые посмотрите это видео скажет братан мы уже его осмотрели миллион раз но ничего ничем посмотрите еще раз а на этом все с вами был доктор труф ставьте лайки если вам это видео понравилось обязательно подписывайтесь на канал комментируйте и любите эту игру а с вами был доктор труф еще разочек об этом скажу пока пока до следующих встреч